Приветствую вас, и вы знаете, ну, ваше утверждение о том, что вы не внимательны к близким, кажется, всю вашу жизнь, и это для вас комплекс, кажется мне несколько поспешным, потому что комплекс это немножечко другое. Я не буду здесь говорить о том, что это такое, чтобы вас не отвлекать, но сразу хочу сказать, что у вас не комплекс. Видите ли, вы не внимательны к близким людям не потому, что у вас комплекс. Вы не внимательны к близким людям потому, что у вас нет стимула быть невнимательным. То есть иными словами, вас не воспитали таким правильным образом, чтобы вы могли быть внимательны к своим близким. Если вас не воспитали, значит вас не научили. Если вас не научили, то это проблема в первую очередь ваших родителей, а не вас. И для того, чтобы вам быть более внимательны к своим близким, нужно, чтобы вы первонаперво как можно лучше представляли себе то, зачем вам это нужно. То есть, ну вот, серьезно. Для чего вам, для чего вы хотите быть более внимательны к своим близким? Знаете, просто внимательность и просто повышенная внимательность, она бессмысленна. А значит, и без мотивационных не получится у вас при всем желании и ниоткуда взять внимательность. Потому что, ну, за то время, что вы были, например, невнимательны, вы, как бы сказать, привыкли быть таковым. И вам потребуется время для того, чтобы научиться быть внимательным. Вам для этого потребуется время. И самое главное, вам для этого потребуется мотив. Вам нужно иметь четкий понимание, четкий смысл. Четкий смысл, зачем я хочу быть внимательным другим, моим близким. Зачем? Для чего? Чтобы что? Вот что, пожалуй, важно действительно, а не то, что избавиться от этого комплекса. Есть объективные люди невнимательные к другим своим близким. Такие люди есть и не нужно думать, что это, блядь, так уж плохо или так уж негативно. Это просто черта человека. Это просто его особенность. И эту особенность нужно учитывать. Эту особенность нужно учитывать, вашу особенность. А вот, чтобы ее поменять, нужен смысл, нужен мотив. Пока мотива нет, вы так и будете невнимательны к своим близким, потому что вы не видите цели, для чего вам менять свою модель поведения. Особенно, если вас все устраивает так, как вот есть. Я полагаю, что вы обратились к нам не просто так. То есть, у вас есть определенный мотив обратиться к нам. И вполне возможно, что мотивом для того, чтобы обратиться к нам, выступает как раз таки мнение этих людей. Мнение родных, которые осуждают вас за то, что вы недостаточно внимательны по их мнению к ним. Но, простите, а можете ли вы быть достаточно внимательны к ним, если, как я уже говорил, вас не научили? Ну, не научили вас быть внимательны к ним. Так, стоит ли к этим людям прислушиваться? Для начала. Если стоит, как, допустим, вы думаете, если стоит действительно прислушиваться к ним, то тогда, соответственно, на мой взгляд, стоит ответить на другой вопрос. Вы хотите ли быть к ним более внимательным? Хотите ли вы этого для себя? Вот в чем вопрос. Куда более важный вопрос, тот, что вы задаете. Это не та ситуация, это не то, от чего можно избавиться, прям вот захотели избавиться и избавились. То есть, если вы своим родным не относитесь таким образом, что вам не кажется необходимым быть внимательным всегда, то это определенная проблема в первую очередь именно для них. А вам просто новые отношения уже нужно будет выстраивать на других основах. Но для этого, еще раз повторю, нужен мотив и стимул. Кроме того, может быть и такая ситуация, при которой вы просто-напросто испытываете на себе действие, например, рассеянного внимания. Вот. Такое тоже может быть вполне. В этом случае, в случае, если у вас есть это самое рассеянное внимание, то его можно тренировать. То есть, ваше внимание его можно контролировать. Но для этого необходимо убедиться в том, что у вас действительно проблемы с вниманием и тогда уже думать о том, как можно его корректировать. А пока, пока, я думаю, подумать нужно вам именно об этом. Потому что, чтобы быть внимательным, нужен стимул. Чтобы быть внимательным, ваши ценности, ваши взгляды должны соответствовать этому. Соответствовать тому, что вы будете, будете, будете внимательнее. А если, например, ваши взгляды таковы, что вы не чувствуете необходимость быть внимательным, то откуда, соответственно, этой внимательности и взяться? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Но желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok